Добрый день. Меня зовут Павел. В современном мире уже стало привычным, что технологическая сложность возрастает практически ежечасно, а время ускоряется и сжимается. Фактически это означает, что специалисты на выходе из учебного заведения не способны быстро адаптироваться к существующим условиям. И как быть, чему учиться, на какие профессии будущего делать ставки и так далее. Немного расскажу о себе. Я инженер по образованию и по своему опыту до определенного момента ты в принципе не понимаешь, зачем все эти люди в университете читают настолько разные предметы, не связанные между собой. Но внутреннее убеждение в том, что у этого все-таки должен быть какой-то сакральный смысл, было. Ну, не зря чудо случилось, в моем случае, на третьем курсе, когда ты начинаешь собирать картинку целиком, когда ты понимаешь, зачем тебе нужна была математика. И не просто математика, а, например, какие-нибудь конкретные пределы или ряды. Ты начинаешь понимать физику процесса. И вы не представляете, насколько интересной может быть инженерия, когда ты понимаешь причинно-следственные связи. Когда ты понимаешь, что радуга – это аналог выходного сигнала, прошедшего через электрическую цепь, а воздушно-капельная смесь после дождя – аналог этой самой цепи. Вещи организованы согласно определенным математическим моделям. Задача в сложности и возможности их описания. Я думаю, Олег меня в этом поддержит. Немного расскажу про то, чем занимается наша компания. Уже как 28 лет мы разрабатываем программно-аппаратные решения по обработке видео. К настоящему моменту мы можем делать с видео все и даже немножко больше. Чтобы вы понимали, ежегодно требования к разрешению передаваемой картинки возрастают. Это значит, что и объемы данных возрастают. Соответственно, растет требование к скорости и эффективности их передачи. Для этого видео нужно особым образом обработать, сжать, закодировать, передать, на приемном конце принять и так далее. Ну так вот, в этом, собственно, мы одни из лучших в мире. С разрешения организаторов, секундочку, пиара для подтверждения, чтобы не быть голословным. С выше 8500 компаний из 140 стран мира используют наше программное обеспечение. Среди них и Intel, и IBM, и Cisco, ведущие университеты, такие как Стэнфорд и Калифорния и многие другие. За время нашего существования технологии получили широкое распространение. Начинает с тем цифрового телевидения, заканчивая техническим зрением. И вот, собственно, немножко про техническое зрение. Глаза – основной канал получения информации. До 80% информации мы получаем посредством зрения. И мое глубокое убеждение в том, что если бы у роботов было полноценное зрение, то процесс их обучения был бы скорее механической задачей передачи алгоритмов действия, нежели какой-то интеллектуальной. Собственно, на этот тренд мы и сделали ставку. Хочу сказать, что уже сегодня современный специалист должен конкурировать с роботами за рабочие места. И пример автомомаса. Тот же самый Boeing, чей сборочный цех полностью автоматизирован и роботизирован. Участие человека в процессе сборки самолета минимально. Роботы стали незаменимыми не только в сложных технологических процессах или труднодоступных человеку местах, но и в повседневной жизни. Роботы-пылесосы, роботы-мойщики окон и так далее. Тренд автоматизации конца 20-го столетия сменился тотальной роботизацией. Система, которую мы разрабатываем, позволяет не просто смотреть на окружающую картинку, но и самостоятельно принимать роботу решения по дальнейшему движению в соответствии с окружающим пространством. Машинка, которую часть из вас, возможно, все-таки видели на входе и увидят после, может не просто ездить по линии, а она может реагировать на знаки дорожного движения, светофора, останавливаться на пешеходном переходе, если там есть препятствия и многое другое. Вдумайтесь, робот становится полноценным участником дорожного движения. Рэй Курцвилл, технический директор Google, известный футуролог, в своем видении будущего до 2099 года делает предположение, что уже в 2024 году людям запретят садиться за руль автомобилей, не оснащенных интеллектуальными помощниками. А в 2033 году самоуправляемые автомобили полностью заполонят дорогу. Фактически это означает, что такой класс, как таксисты, полностью изживет себя. Аналогичные процессы будут и в промышленности. Заводы будут управляться полностью, без участия людей, роботами. Система, которую мы разрабатываем, применима не только для автомобилей, но и для беспилотных летательных аппаратов, так называемых БПЛА. Кто как себе представляет БПЛА? Так? Может быть так? Может быть вообще вот так? Все это, безусловно, БПЛА, и это тоже беспилотник. Большая самоуправляемая летающая машина, которая собирает и анализирует огромные потоки данных, которые позволяют каким-нибудь нефтегазовым компаниям экономить колоссальные ресурсы на потерях при транспортировке или, например, охранять границы территории. И так как задачи, решаемые беспилотниками, разные, то и система должна представлять себя набор инструментов, из которых можно собрать решения под эту задачу. Для этого нужно системно смотреть на вещи. И попытаться хотя бы предусмотреть то, чего, в принципе, быть не может. Поэтому скажу вам, будущее значительно ближе, чем мы его себе представляем. Мы уже буквально дышим ему в затылок. И как же быть современному специалисту? Где брать знания? Ведь чем сложнее технологии, тем больших знаний от людей они требуют. Тем из больших областей науки и техники их приходится добывать. Грани между профессиями стираются. Элементарно уже сегодня разница между рабочими и инженерами и на сложных технологических производствах размыто. Человеку для того, чтобы быть конкурентоспособным, требуется предметное знание нескольких областей науки и техники. В моей жизни случились лекции Сергея Переслегина и команды в рамках открытого университета Сколково, благодаря которым я начал немножко под другим углом смотреть на свою будущую профессию, соотносить ее с современными трендами и соответственным образом менять свою образовательную и жизненную траектории. Скажу, что при построении будущего вам необходимо быть в курсе деятельности современных школ мысли. Для меня это сообщество ТРИС, теория решения изобретательских задач, методологическое сообщество и группа конструирования будущего. Вообще, знаете, Томск правильное место для экспериментов. Экспериментируйте побольше, не бойтесь. Удачи. Спасибо.